Всем привет, это Дмитрий Эдберг и сегодня у нас финал летнего шлема клуба теннис для каждого в Киеве, который прошел для любителей уровня от 4.0 НТР, П по 5.0. Ну тут ребята такие где-то посерединке. Играет по пласке Валентин, он уже был на наших видео, и Белинский Константин тоже был на наших видео, один раз со мной играл Дмитрием Эдбергом. Но ребята додумались чисто в совпадении одеть одинаковую форму, отличаться только кроссовками. Совпадение? Да, совпадение. Они не знали. Играют между собой первый раз. Короче говоря, Валентин сейчас пока к нам играет спиной. Он уже фигурировал и был не единожды критикуем за свою натужную технику. Но Валик играет в теннис уже года три, то есть недавно начал как для любителей. Но видите, выходит в финал, это его не первый финал. Он играл со мной в финале. Вот он для каждого играл в финале, недавно я выкладывал видео другого турнира. То есть он для своего уровня, скажем, любителей, которые в детстве не играли, уже, скажем, один из топовых игроков. Его боятся, опасаются. И вот он играет снова в финале против Константина. Поехали. Итак, первый сет выиграл Валентин Попласки. 6-2 уверенно. И во втором сете Константин Билинский попытается догнать его. Константин вот уже играет к нам спиной. Поменялись они после первого гейма. 1-0 повел Костя. Значит, для него это был вызов. Он вышел в финал на моем снятии. Дмитрий Эдберг, я снялся с полуфинала. И Костя прошел дальше. Но это заслуженно. Правильно. Потому что, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Как мы видим, смотрите, держит мяч, ребята. Держит мяч. Вот хорошее движение ногу Константина. Пытается как-то комбинировать. Вот Костя решил уйти в подрезочку такую, укороченный. Да, ищет варианты. Правильно. Молодец. Не получилось. Чет 15-15. Пытался со второй подачи атаковать до линии. Закрутить. Правильно. То есть, он пытается обострять. Дело в том, что с валиком очень сложно держать мяч. Потому что валик накручивает. Топ-спинец. Смотрите, достаточно мощно. Достаточно глубоко, как для любителей. Достаточно стабильный. Более того, у валика, если его пускать в порт, в удобную для него позицию. То есть, если он заходит в порт, он еще полюбляет делать косые, короткие кроссы, которые выбивают противника. Поэтому будете обращать внимание. Хороший прием подрезка, под бэкхэн. Молодец, Костя. Я тазарствую его за этот прием. Дело в том, что я выкладывал видео, и Константин мог проанализировать игру и Валентина, что получалось у валика, где его слабые места. Поэтому мои видео на канале многие ребята используют для подготовки к игре к соперникам. Счет 1-1. Там у меня ошиблась в титрах. Я сразу говорю, что у меня и микрофона сейчас нету, и камера была другая. Потому что в силу своих обстоятельств не смог я нормально подготовить этот выпуск. То есть, не моя вина. Будут следующие выпуски, я надеюсь, лучшего качества. Здесь и камера хуже, и микрофона нет. Поэтому диктую, что есть. Значит, 1-1. Белинский, Константин на подаче. Вот он сейчас 15-15. Вот тот знаменитый косой короткий кросс от валика. Он сейчас загнал в угол Костю. Сейчас ошибается. Смотрим, вот я обращаю внимание, какая подрезочка с Форхенда. Костя, наверное, посмотрел по прошлому нашему видео, там, где Поплавский играл против Голонзовского, который вот так вот делал подрезки с Форхенда. Этот прием посмотрел, Костя, признавайся, напиши, пожалуйста, в комментариях. Да или нет, было или не было. Итак, смотрите, 40-15. Белинский уверенно ведет в своем гейме, на своей подаче. Смотрите, держит мяч, хорошее движение ног. И валик ошибается. 2-1 на пользу Константина, но на подаче сейчас валик. Да, на Патреоне, ребята, делаю вот там баннер Патреона. На Патреоне все еще вы можете поддерживать канал. Двеная ошибка, да? Значит, можете поддерживать канал, становиться патронами. Там много на странице Патреона дополнительной обучающей информации, разборов матчей я подготовил. Так что поддерживайте канал, становитесь патронами и все будет хорошо. Мира вам! Значит, смотрите, что творится. Видите, какой Форхен такой, да, да, академический, но эффективный. Хорошо ловит мяч. Валик, он уже набился за эти несколько лет, которые он тренируется. Смотрите, как закручивает. Не эстетично, где-то натяжно-напряжно, но валик так стабильно бьет. Подходит, смотрите, атакует, входит в корт. И сложно с ним играть. Он, когда попадает в свой Форхен такой, вот смотрите, как разыгрался мастерский. 40-15 валик ведет. Короче говоря, если он попадает и начинает диктовать розыгрыш, то сложно ему что-то противопоставить. Ну, для любителей, понятно. Требуется хороший здесь аут небольшой. И счет становится 2-2. Ничья пока что. Вот смотрите, работает подача. 15-0 просто. И опять не принимает валик. 30-0. Хорошо оторвался, как я называю, бесплатные очки, как говорил Брэд Гилберт. Бесплатные и быстрые очки. Важно получить вот такое преимущество. И смотрите, уже соперник уже и 0-40 проигрывает. Отлично. Первый не проходит. Костя подает. Смотрите, не делает двойных ошибок. Молодец. Пока что не делает. Я буду наперед. Идет, значит, перестрелка задней линии. Входит в корт валик. Хотел обострить до линии. Попадает в сетку. 3-2 в пользу Белинского. Но на подаче уже смена сторон, как говорится. И смотрите, вошел в корт и решил вопрос. Костя, может. Смотрите, делаю замедленный повтор, чтобы вы оценили. Может, ребята. Уровень достаточно хороший, как для любителей. Это вам не хукры-мухры, как говорится. Ну, и давайте скажем, да. Финал летнего шлема. Раньше, значит, я выкладывал видео на солнечный день. В Киеве играли Сувар Джон и Егор Чернышенко. И уровень был там хороший. Но эти ребята, да, в чем-то они слабее уступают тому уровню, который был. Но с другой стороны, просто ребята, которые дошли до финала, которые были, участвовали в турнире, вот они здесь. И это тоже элемент спорта. Попасть на хорошую сетку, когда кто-то из сильных не заявляется. У тебя появляется шанс, и ты должен не реализовать этот шанс. Поэтому к ребятам нет никаких претензий. Абсолютно все заслужено. Это спорт. Правильно. Смотрите, на сетке играет. Два раза бэк-эндволи сыграл Костя. Этот элемент он провалил в игре со мной. Мы с ним как-то играли летом. И, да, доработал. И смотрите, приносит ему очки. Идет по-плацки на своей подаче. Костя пытается защищаться. Смотрите, что же сделает. Оп. Делает свечу. И там попадает ваут. Здесь не обязательно было ваут попадать. Мог выйти на 40-40. Именно в такие моменты как раз и решается матч. Обратите внимание, был важный розыгрыш. Не обязательно было мазать. Вот. Ну, это теннис. Да, не рассчитал. Чуть-чуть вошел в порт. Попал свечу ваут по длине. Вот. Надо, конечно, лучше чувство мяча иметь. И такие моменты не прощать. 15-0 Костя ведет. Вот, подает. Вот. И, смотрите, делает двойную ошибку. То, что я говорил. 15-15. Не обязательно было давать какую-то двойную ошибку. Это, конечно, накладывает отпечаток. И я скажу сразу. Психологически давайте подумаем. Что происходит с психологически. А то, что Костя уже проиграл 6-2. Сейчас близкий матч. И, естественно, нервы на пределе. И вот не хватает еще, чтобы, ну, вселять неуверенность. Двойные ошибки до первой подачи не проходят. То есть хуже некуда состояние психологическое. Вот. Поэтому тут важно себя вводить в равновесие ментальное. И не делать ошибок. Но, легко сказать, попробуй сделать. Смотрите, вот. Приходится так вот отраевывать каждое очко. Выцарапывать его. Смотрите, опять не попадает. Разводит руками Костя. Потому что понимает, что вторую подачу может попасть в ошибку. Поэтому ему нервозность вселяет это все. Вот. Ну, молодец. Хорошо подрезать с бэкэнда. Смотрите, сейчас я пытался накрутить. И вот получат этот вот. Разводит руками. Да, ребята. Действительно разводит руками. Потому что этот вот короткий косой кросс с Форхенда забеганием от валика. Он психологически бьет по сопернику. На вылет. Смотрите, Костя пошел на сетку. Смотрите, здесь хорошо как сыграл. Молодец вот. И вынудил соперника ошибиться. То есть Косте нужно искать варианты. Потому что на задней линии мощная игра туп-спиновая Поплавского ставит Белинского в такое положение сложное. Поэтому приходится рвать ритм где-то и играть какими-то приемчиками нестандартными. Хотя это Белинскому не сильно свойственно. То есть вот. Но молодец. Он растет над собой. Работает. Смотрите, подрезает. Держит мяч внимательно. Пошел в корт. Смотрите, пытается раскидывать по углам. Молодец. Смотрите, сейчас выходит на сетку с подрезки. И смотрите, решает в противоходе. Молодец. Вот это хороший розыгрыш. Поаплодируем. Молодец. 40-40. То есть идет борьба. Нельзя сейчас проигрывать. Смотрите, а тут быстро как бы слился. Слился, ошибся Костя. И теперь у него меньше. Вот. Ну, валик прощает. Здесь тоже ошибается. Снова ровно. То есть, как говорится, седьмой гейм, да, говорят, чемпионский. То есть кто выигрывает, то выигрывает матч. Да, и третий вот этот, как это как бы правило в данном случае, работает. Уперлись два соперника в этот седьмой гейм. Очень важно его выиграть. Особенно. Ну, важно Белинскому, чтобы устаться в матче, чтобы как бы почувствовать уверенность. А Поплавскому важно, чтобы, так сказать, дожать соперника в двух сетах. Вот. Что мы сейчас имеем, да. 4-3. Костя защитил свой гейм. И сейчас идет подача Поплавского. Сразу скажу, что у нас запись оборвется, потому что такой исходник мне дали. Но там будет, значит, номинация «Я тоже теннисист». Это раз. А во-вторых, я скажу, какой счет в итоге был. Итоговый. В итоге итоговый счет. Масло-масляный. Вот, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Смотрите, Валик пошел на сетку, что ему не очень он это любит делать. Но все равно дожимает соперника. Вот. Ну, номинация «Я тоже теннисист». Мы, значит, Константин Белинского посмотрим этот розыгрыш. Много ударов и будет хорошее завершение. Наверное, лучший розыгрыш в этом сете. Вот. А матч закончился победой Поплавского Валентина 6-2-7-5. И он стал победителем турнира «Большого шлема клуба теннис для каждого». Да, один из четырех у нас таких есть. Первый раз. И заслужил. Поздравляем.